12 декабря 2014 года состоялась научно-практическая конференция на тему утраты и обретения украинского государства и народа за годы независимости. Хотелось бы определиться в целях нашей конференции. Есть три составляющие. Это обсуждение и оценка социально-экономического состояния Украины, а также социально-правовая защищенность украинского народа в различные периоды независимости нашего государства. Второе – это выработка консолидированных предложений, то есть конкретные предложения, как участники конференции видят выход с данной ситуации. И третье – обсуждение правительственных инициатив по стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине за счет беспрецедентного сокращения расходов на обеспечение социальной защиты украинского народа. Вы знаете, что независимая Украина рождалась под такими очень громкими лозунгами. Мы покончим с коммунистическим тоталитаризмом, мы построим демократическое, правовое и социальное государство, мы гарантируем гражданам судебную защиту прав и свобод на основе Конституции, Конституции для обращения в судебный порядок. И, конечно, когда четверть века почти прошло, есть основания посмотреть и подумать, проанализировать, что же мы и имеем. Я хочу с самого начала обозначить свою позицию. Я считаю, что Украина как социальное, правовое, демократическое государство не состоялась. Сейчас во всем пытаются сделать крайней Россией. Вот Россия во всем виновата. Но если посмотреть не на последствия, а на причины, и быть честным перед самим собой, то придется признать, что виноваты во всем Майдан и его покровители. Майдан не как протестующие люди, которые там в бочке грели. Майдан как политический проект. Ну, кто мог представить, мог представить, что придет такая беда в Украину. Поэтому вопрос как раз вот мы собираемся. Вот здесь вот, мы уже видим, нашли причины, мы нашли следствия. А как-то допустить, как возобновить, как восстановить мир. Приди, что украинский выбор, ну, наверное, я скажу вам для информации, что инициатором мирного регулирования противостояния вооруженного в Украине был как раз лидер украинского выбора Виктор Медведчук. И это, знаете, наверное, является юридическим фактом. Еще в мае месяце, когда было погибших 57 человек, а не 12 тысяч, которые имеют место сегодня. Нужно три стратегии поднять. Концепция, стратегия и программы. И пойти. Государственная программа помощи малому и среднему предпринимательству. Есть малое и среднее предпринимательство. Надо дать ему помощь по государственной программе. Государственная программа развития малого и среднего предпринимательства. Государственная программа по развитию машиностроительной отрасли. Она же у нас погибает, надо ее поднять, ни один займ нам не поможет Займы только наших детей, внуков, правнуков и праправнуков будут делать батраками За то, что мы взяли деньги, воровали может быть после этого, а они не могут рассчитаться Государственная программа агропромышленного комплекса А перерабатывающие отрасли Вспомните, Георгий Корнеевич, перерабатывающие отрасли, вы знаете хорошо, достигали 50% бюджета Перерабатывающие отрасли и легкая промышленность Это и спирт, это и водка, это и вино, это и пиво, и колбасные зелья и так далее и тому подобное Все погибло В нынешнем году, с приходом нынешней власти, у нас ВВП Украины сократился на 5,1% Экспорт у нас упал на 7,7% Импорт сократился на 25%, инвестиции у нас упали в этом году на 23%, промпроизводство у нас сократилось в течение нынешнего года на 9,4% Вот эта цена зоны свободной торговли, и не столько этой зоны свободной торговли, сколько отказа от рынков Евразийского экономического союза Мы там потеряли, но мы и своими политическими вещами потеряли на других рынках Участники конференции единогласно констатировали, что только путем воплощения идей народовластия И предоставления всем территориальным субъектам Украины широких полномочий В самостоятельном решении проблем экономического и социально-политического характера Можно обеспечить преодоление сегодняшнего кризиса в стране Субтитры создавал DimaTorzok